Всем привет! Меня зовут Дэн. Вы находитесь на YouTube-канале интернет-магазина Пловер.ру. Но, как говорится, не пловом едины, поэтому мы сегодня начнем небольшую серию роликов, посвященной мексиканской кухне. И с чего же мы начнем? Начнем мы с двух замечательных закусок, которые, наверное, первые возникают в голову при слове Мексика. Это гуакамоле и соус сальца. Что нам потребуется для его приготовления? Итак, для гуакамоле нам потребуется авокадо, красный лук, помидоры, лайм, перец чили, кинза, красный острый перец, черный перец и соль. Это все. Для сальца все еще проще. Нам понадобится сельдерей, помидоры, лайм, лук, острый перец. Ну и, конечно же, начос. С чем мы будем их есть? И начнем мы готовить гуакамоле. С чего мы начинаем? Самое главное – это взять хороший спелый авокадо и его почистить. Ну, я думаю, кто не знает, как его чистить, можете сейчас прямо продемонстрирую. То есть, его надо аккуратно разрезать по диаметру. Дальше сделать, как будто вы открываете бутылку. Вот, косточка, косточку вы рукой и выкручиваете. Все. Авокадо у вас разрезано, по крайней мере, обескостен. Эту косточку, кстати, если хотите, можете посадить, она замечательно растет. И, если у вас спелый авокадо, на самом деле, его очень легко чистить, не надо даже не вырезать. Как понять, что авокадо спелый? Ну, как минимум, он должен быть, вот как вы видите, я нажимаю, он прогибается. То есть, не прям такой, что прям, как тухлый помидор, извините за сравнение. Но он должен быть, вот, вот, я думаю, это все видно. Тогда он будет внутри очень мягкий и чиститься будет легко. Достаточно вот вы сами смотрите. Не нужно никаких дополнительных инструментов. Я аккуратно его от кожи избавляю. Вот эти черненькие неприятности мы сразу убираем, они нам ни к чему. Вот. Так. И забрасываем сюда. Со второй половинкой мы делаем то же самое. Тоже, смотрите, абсолютно очень легко. Все. Это легче, чем мандарины чистить под Новый год. Если вы скучаете по Новому году, вот, можете начать чистить авокадо. Это примерно то же самое, только с одной косточкой. Тоже убираем, так же целиком сейчас уберем. Берем второй авокадо и делаем с ним, ну, пусть будет вот этот, да? И делаем с ним точно такое же действие, да? А цвет, посмотрите. Фисташковое мороженое когда-нибудь ели, вот, можно, хотите, друзей разыграть, да? Дайте им рожок фисташкового мороженого, только с авокадо сверху. И берем это авокадо и просто разминаем вилкой. Смотрите, есть разные рецепты. Кто-то говорит, что надо разминать это блендером, но на самом деле, во-первых, для мягкого авокадо это не надо, она и сама очень... Конечно, она и сама очень замечательно мнется. А во-вторых, очень важно сохранить эту структуру, чтобы были небольшие кусочки, чтобы мы ели не пюре, что-то не очень, выглядывает у нас. Чтобы мы ели не пюре, а вот прям ощущали структуру этого авокадо в разных часах. Можно картофель или до вилкой тоже это помять, тоже прекрасно будет. Но мы вот сегодня вилкой это все делаем. В принципе, чтобы проще запомнить, можете запомнить, как с картошкой, да? Если пюре картофельное взбить блендером, это будет клейстер. Поэтому никто никогда блендером пюре не взбивает. То же самое с авокадо. Тут, правда, не превратиться в клейстер, но просто это будет не то. Нам не нужно каша, не нужно пюре, да? Нам нужно вот такой вот... Я не знаю, как соус с кусочками сидят. Вы когда возьмете кусочек, у вас будет что погрызть. И в том, что она безумно мягкая. Ну, вот мы уже авокадо размяли. У нас уже получается, вот видите, такая приятная кашица. И следующее, что мы делаем, это берем помидор. Если вам не нравится или у вас помидор толстошкурный, то можете, конечно, обдать кипятком, бланшировать его и спокойно, аккуратно снять после этого кожуру. Мы этого делать не будем. Нам нравится тоже проживать. Поэтому берем помидор. Помидор нарезали и добавляем это все сюда. Сразу какой цвет, да? Зеленый все время красиво сочетается с красным. Сразу заиграло по-другому уже блюдо. Уже ярко, тепло, мексикански. Сделали. Добавили помидоры, получился у нас практически мексиканский флаг. Не хватает белого чего-нибудь. И мы это переминаем, чтобы, во-первых, помидор дал больше сока. Все это начинает уже смешиваться и играть. И начинается кулинарная магия. Когда два вкуса смешиваются, дают нам новый, третий вкус. Кстати, если вам нравится коса, для тех, кто не знает, это вот эта тарелка. Вы знаете, куда идти. Пловер.ру. Заказывайте, привезут быстро, в срок. И недорого, на самом деле. Берем лук. Где-то его по-разному называют. Где его называют красный лук, где его называют синий лук. Где-то ялтинский вообще. Ну, вот такой не самый острый. Он, да, он понежнее, послаще. Мы берем половинку лука. Второй отставляем для будущих обед. Следующий. Кинза. Кинза. Нам ее нужно немножко, она у нас уже помыта. Мы возьмем прям листья, где самая-самая такая нежность и вкус. Ну, берем кинзу. Начинаем ее мелко, мелко рубить. Все у нас довольно мелко уже. Ароматистая. Убираем ее сюда. И замешиваем в нашу гуакомольную тусовку. Ну и как же Мексика без острого перчика? Если вы не любите острое, ну, положите чуть-чуть. Но перец должен быть. Ну, как без него? Мы острое любим. Мы острое уважаем. Поэтому мы возьмем чуть больше. Ну, и желательно, конечно, убрать от семян. Мы возьмем примерно вот столько. Мелко, мелко, мелкими. И тоже все это сюда в нашу замечательную емкость. Замешиваем. И последнее, что надо обязательно сделать, это лайм. Вот так даже будет красивше. Это лайм, который мы немножко сейчас разомнем и польем это все лаймовым соком. Для чего это делается? Во-первых, кислинка. Во-вторых, дабы авокадо не стал окисляться, с кислородом не стал темнеть, лайм это все защищает. Добавляем в сок половинки лайма. Если боитесь, что косточки, можете вот так через руку это все продавливать. Но нам повезло, у нас косточек нет. Так, берем соль. Можно еще, потом отрегулируем это все по вкусу для себя. Берем перец. И все это замешиваем. Ну и вот у нас что получилось. Такая красота. Вот, попробуем мы уже более подробно это все на дегустации, когда сделаем сальса. А пока мы оставляем его настаиваться. И маленький секрет, чтобы не потемнел гуакамоле, мы берем косточки из-под авокадо и сюда их кладем. Все. Оставляем настаиваться и ждать сальсу. Приступаем к сальсе. А сальса, как вы знаете, это соус. Поэтому мы готовим соус. Тут все просто. Главное, что надо сделать, это все мелко-мелко нарезать и перемешать. Вот вы уже, в принципе, и запомнили рецепт. Можете начать готовить вместе со мной. Берем помидоры. Мелко нарезаем. Отправляем все порезанное в тарелку. Следующий берем лук. Все. Лук тоже отправляем сюда же. Берем сельдерей. Можете взять стручок, можете взять зелень. Тут нам нужен его яркий вкус, который он нам дает. Совсем немножко тоже его берем, нарезаем. И последний участник, острый перец. У нас остался еще от гуокомоли. Тоже берем небольшие кусочки. Отправляем перец в сальсу. Далее. Все это сбрызгиваем лаймом. У нас как раз один лайм на два блюда ушел. Добавляем соль, перец, перемешиваем, пробуем на вкус. Если чего-то не хватает, доводим. Если хочется чуть больше остреньки, ну еще добавим чили. Если хочется чуть больше кислоты, добавьте сок лайма. Если вдруг перекислили, добавьте немножко сахара. И главное, чтобы это все настоялось хотя бы час. То есть убираем это все в холодильник. И спустя час это у нас все будет готово. Вот прошел час. Наши гуокомоли и сальсу настоялись. Пропитали друг друга соками. То есть помидор помешался с авокадо и со всем. И мы начнем текстацию. Начнем пробовать. Начнем в гуокомоли. Так, ее первые готовили. Можно побольше сразу нагрести себе. Нежная, мягкая авокадо. Она прям... Ну вот ты ешь нежность. Я не знаю, как сказать по-другому. Где-то всплывает помидорчик, где-то всплывает... Сейчас, подождите. Надо понять еще получше. Ну, вы сами посмотрите. Вот оно вот все. Оно все такое вот... Если бы не начисло, его сжевать не надо. Просто берете, едите. И, кстати, тоже хочется сказать, что у нас немножко в стране сложилось так, что гуокомоли готовят только вот как дип соус, да? Чтобы окунать начис и есть его. На самом деле, это замечательный гарнир. Пожарили кусочек мяса, ложкой выложили себе гуокомоли. Вот у вас обед. Там с утра проснулись тоже, съели ложку гуокомоли. Завтрак. Авокадо очень питательный. Овощи очень полезные. Приступим к сальсе. Кстати, сальса точно так же можно не только как соус к начос подавать, но и как самостоятельный гарнир-салат, можно так сказать. Тут чуть посложнее, но тоже нагребаем, чтобы все составляющие у нас были. Тут на первый план выходит кислинка помидорная. Потом начинает ярко-ярко пробиваться сельдерей. И если у вас здесь есть перец, то приходит острота. А если нет, то вот все это хрустинкое от лука и все. Ну и что я хотел сказать в конце. Замечательно, вкусно. Это лето в ваших тарелках. Это прекрасно. Делается все элементарно просто. Вкусы яркие, свежие. Освежает ваш рот сразу прекрасно. Можете после этого, если вы съели какую-то жирную пищу, съедаете вот какое-нибудь сальсы, да, кисленькое, что-то еще. И у вас сразу все проходит. Хочется жить дальше и есть больше. На этом наше первое знакомство с кухней Мексики подходит к концу. Ставьте лайк, подписывайтесь, заходите на Пловер.ру, заказывайте прекрасный плов, прекрасную посуду. Все доставим, все привезем. Ну и пишите в комментариях, с кухней какого мира, какой страны вы бы хотели столкнуться в будущем. Мы обязательно сделаем это маленькое путешествие. До встречи, ребят. Пока. Субтитры подогнал «Симон»